всем привет как вы видите по заставке сегодня речь пойдет о тональных основах и так начнем я буду показывать тональные основы первое что мне попадется то и показываю то есть здесь не будет так что самые любимые все тональные основы которые у меня сейчас есть я могу назвать их любимыми наверное одну все-таки выделю как самую любимую и так начну с бобби браун это отличный тональный крем я наверное не буду говорить про каждый отдельно потому что все тональные основы у меня имеет тонкое покрытие и влажный финиш это обязательное условие у меня к покупке другие я просто не покупаю здесь spf 40 как вы видите на лето прекрасная тональная основа у меня с пипетка это предыдущая версия сейчас как вы знаете уже вышла версия с дозатором но вот у меня пока так и вот поэтому такая получается грязь я очень это не люблю но здесь этого никак не избежать каждый раз я вот это все протираю но бесполезно поэтому показываю вам так не стала прям даже протирать для видео зачем это делать если так и все остальные тональные основы у меня имеет красивый вид сразу буду вам показывать сводчи давайте я номер скажу очень долго я за ним гонялась это номер три бежевый попробую выключить свет и показать вам так вот так гораздо лучше видите вот такой следующая тональная основа она уже закончилась но я специально оставила вам чтобы показать это байтери очень любила это тональные видите здесь написано иллюминатинг то есть он подсвечивающим эффектом это номер четыре у меня еще один был оттенок правда сейчас не помню какой на тон то ли светлее то ли темнее либо 3 либо 5 вот такая у него кисточка но ею я не наносила практически потому что но это не очень возможно так вот оттенок еще есть он темный жена летом мне очень нравился он вообще сияющий но почему-то здесь как будто матовым кажется на самом деле нет он не матовый вообще абсолютно он подсвечивает и влажный покупать я наверное знаете ничего не буду покупать повторять потому что ну слишком много тональных основ которые хочу еще попробовать и у меня их сейчас вот вы посмотрите сколько я вам покажу но это очень много для одного человека поэтому покупать два раза одно и тоже но смысла нет и тем более у меня уже был в разных оттенках две штучки упаковочка приятно здесь вот так вот нужно было клик такой и отсюда вот так вот четыре капельки появлялся тональную сейчас уже не появляется потому что он закончился сразу покажу вот что это ружба не ружь это такое средство видеть он очень темная уже у меня такого много осталось я с ним не боюсь покупать тональный светлый то есть любой светотональду мне может превратиться в темный на тон на 2 на 3 темнее как я захочу потому что это в принципе для того чтобы разбавлять тональные есть такие же еще белые я знаю что есть мейкап ательер не знаю в каких марках еще белые тональные которые разводишь если у вас тональный слишком темный вот поэтому я покупаю чаще всего если я заказываю покупаю светлый потом разбавляю так давайте покажу какой он очень темный с ним такая неприятность произошла у меня крышечка сломалась я честно говоря не знаю то ли кто-то без меня его взял и уронил я его не роняла но вот крышечка у него сломалась мне это конечно портит настроение всегда ну что делать давайте вот какой у него хороший оттенок у меня до этого был армане армане имел золотистый больше да а этот чисто коричневый оттенок и любой тональный с ним хорошо смешивается любой кроме вот этого этот тональный не смешивается вообще то есть ну давайте я вам покажу прямо сейчас что с ним происходит вот нельзя его смешать никак он отдельно этот отдельно давайте покажу как можно смешать вот например здесь был тональный вот я его сверху нанесла у меня получился вот такой оттенок видите он сразу превращается в другой цвет а вот этот конечно ужасно и так этот тональный make up forever очень его люблю этот анальный крем на водной основе он подходит для лица и тела раньше он был немного другим сейчас сделали вот такую крышечку которая мне совершенно не нравится некрасивая она но сам тональный очень нравится единственное он иногда появляется какими-то хлопьями и вот вот такой он видите неоднородный но его нужно растереть и он впитается потрясающе красивый оттенок цвет красивый ложится очень естественно просто как вторая кожа вот этот тональный действительно это вторая кожа его незаметно то есть если вы хотите чтобы все думали что это ваша кожа на вас нет совершенно тонального используйте вот этот крем очень его рекомендую ну упаковку просто нет не сама упаковка зато крышка но просто ужасно и зачем они это сделали не знаю все остальное прекрасно прям крышку замените супер будет давайте покажу вам оттенок у меня y245 дальше у меня тональный от пэт вот такой красивый поэт манград это самый красивый тональный вот по упаковке но равных ему точно нет он очень красивый посмотрите черное золото вообще черное золото оформление я очень люблю а здесь еще матовое стекло плюс золотая этикетка но очень красиво и сам флакон красиво вот эти грани просто очень роскошный давайте посмотрим какой он смотрите тоже такой же жидкий как и предыдущие тональные только он темнее у меня был еще один оттенок это номер 7 у меня был пятерка пятерка светлее мне 7 больше подходит вот он усаживается и становится очень красивым просто и мне сейчас нет возможности усадить я быстро быстро вам все показываю он плотнее конечно чем мы мы к форева он перекрывает недостаточки немного и как многие боятся он сушит кожу неправда он ничего не сушит по крайней мере я всегда использую тональный после ухода и у меня никогда не сохнет после него кожа я его очень люблю красивый тональный вот немножко уже присел видите как красивый следующий тональный это шантыкай тоже очень красивый баночка честно говоря мне нравится но немножко он не гигиеничный как его вот отсюда доставать не очень хорошо но есть лопаточки я честно говоря не помню есть от него лопаточка или нет возьму другое так у меня оттенок ванила сколько я выбирала его я просто выбирала его онлайн и не знала какой мне выбрать я выбрала этот и в принципе не ошиблась такой жирный красивый оттенок влажный холеная кожа после него я его очень люблю вот каждый тональный я люблю по-своему по-разному немного есть такой не желтоватый потом я бы сказала почему-то вот на фото я смотрю на видео он больше желтоватый но вообще он естественного цвета такого загара а если нанести его и повторно можно его наслаивать то лицо знаете такое холеное-холеное просто очень красиво единственное что он может поплыть да может слезть к середине дня поэтому его мы желательно обновлять либо поменьше ухода на жирный уход не надо наносить нескоро дыра будет на руке два тональных которые тоже очень люблю это люминайси 7 у меня оттенок лайт кажется это самый популярный оттенок вот он какой я его называют тональный для свиданий вот честно говоря я его использую не часто но если мне нужно выглядеть очень хорошо чтобы то он был красиво ровно я использую этот тональный люминайси си скрывает недостатки он такой ровненький красивый на коже попробую свет выключить и ну вот видите какая кожа красивая получается все-таки портит все свет вообще неудачно просто такие пасмурные дни но вот надеюсь вам будет это понятно в принципе про все эти тональные конечно снимала отдельные видео да кожа у меня на руке на самом деле гораздо гораздо красивее чем вы ее видите еще один тональный крем это также сиси корейский крем секрет кей так можно такой белый но его когда мы вот так вот растушевываем он становится приобретает цвет для меня это легкий летний тональный здесь смотрите spf 50 поэтому я его использую летом и знаете после на него потом еще нанести какие-нибудь румяна такие яркие или хайлайтер например бобби браун ухо это вообще шик такое влажное лицо и хайлайтер смотрится прекрасно просто следующий тональный это дольче габбана он достаточно плотный спф здесь 30 и достаточно матовый кстати ну вот здесь тоже видите он мне так стоит и все выливается в крышечку не очень люблю такое вот такой оттенок и давайте вам сразу скажу номер оттенка это крем light 2 еще покажу сразу бобби браун мне почему-то кажется что одинаково у них оттенки но не знаю посмотрим сейчас это тоже популярный тональный крем это из пф 15 оттенок у меня 225 кул сант посмотрим насколько он холодный дам холоднее чем вот этот и это дольче габбана это бобби браун ух я конечно постаралась вы знаете даже различить их особо не могу просто этот более холодный наверное все а этот посветлее как-то мне девушка одна сказала визажист что самые плохие тональные это бобби браун я вообще не согласна это одни из самых моих любимых тональных все красивые все мне нравятся которые у меня были кушон шикарный но его сняли к сожалению с производства вообще он был прекрасным выключил свет так лучше видно вот так красивые тональные кушон от ламер так какая красивая губочка вообще очень красивый тональный его нужно всегда протирать потому что он просто пачкается в секунду покажу вам его сводч тоже его люблю но немного желтит вообще все тональные у ламер желтят ну по крайней мере для меня на моей коже желтый пигмент появляется но он очень тоненький красивый я его люблю мне нравится очень но если вы хотите на него копить и вы думаете что ламер кушон чем-то гораздо лучше других нет не могу так сказать можно и в сен-лоран купить с тем же успехом он вас порадует также красивый кушон от сульвасу очень красивый но он прямо темный у меня такой желтенький здесь все красиво просто все никаких претензий к нему ничего отличный красивый псете темный какой летний покажу вам сводч плотный прим на стала наносить чувствую какой плотный это для кушонов вообще не свойственно и смотрите он даже более желтый чем ламер но на лето он идеален подходит на загорелую кожу я в принципе зиму его использовала главное чтобы шеи не было контраста и все наверное самое плотное что у меня есть как ни странно это кушон ну вот и учтите что если вы будете покупать сульвасу обычно не бывают кушоны плотными вот этот плотный так что если вы хотите приобрести что-то такое чего у вас раньше не было пожалуйста вот этот кушон будет именно таким не люблю эту упаковку просто она посмотрите какая-то липкая немножко и все прилипает поэтому я держу в коробке коробочка это ружба не руж это тональный с блеском или может быть как праймер но больше тональный наверно все таки вот или очень плотный праймер сиянием очень красивым оттенок 041 увлажняющая оттеночная основа написано на нем вот такое но это вообще близко даже не то на самом деле он сияет переливается красиво здесь не видно но его очень люблю прямо жирненький сияющий красивый и причем не липкий еще мне есть одна единственная пудра и уже много лет наверно она уже просрочен и все но и пользуюсь у меня оттенок s20 это bear minerals запомните эту марку это самая лучшая пудра и я никогда не хвалю пудру а это просто великолепно и ну наверное смысла нет ее на руку наносить просто она ложится как крем-пудра превращается в тональный не могу сказать что есть сильная матовость но и также не могу сказать что это влажный финиш что-то среднее просто вот универсальное или идеальное покрытие я обожаю эту пудру такая мягкая приятная выравнивает тон морщинки скрывает не подчеркивает шикарная просто я сказала что выделю один тональный и назову его лучшим это кле депо все-таки из всех тональных его люблю больше всех его сейчас уже вывели из производства здесь теперь крышка золотая и он не очень похож на вот этот предыдущий я его просто берегу потому что купить его уже сейчас нигде не возможно у меня оттенок b10 я покупала оттенок b10 золотой крышкой но нет оттенок там темнее этот светлее такой он красивый идеальный для меня покупала его когда была в москве вот такой чуть-чуть вам покажу этот свотч ну это наверное уже даже и не имеет значения потому что его нет но все-таки золотой крышкой тоже не такой плохой вообще неплохой нет ну просто рядом с этим этот лучше тоже идеальный тон очень-очень красивый мне просто даже сказать о нем нечего настолько он хорош натуральный красивый оттенок прекрасное влажное лицо угла такая ровная следующий тональный этот там этот он вот перекон md насколько я поняла сейчас их два но вот когда я покупала был один назывался но foundation foundation serum то есть это сыворотка тональная а сейчас кажется каких-то два ну вот среди он как-то вот так вот разделился но и много лет он в принципе уже и просрочился я просто хочу вам показать что такое было и я была от него в восторге немного он подсушивал кожу как мне кажется но если хорошо увлажнить то можно было его спокойненько использовать с пф здесь 30 для лет и очень хорошо и он вот в одном цвете был он темный сейчас если я не опять-таки не ошибаюсь есть много разных оттенков вот тогда был один укажу вам свотч и его тоже да здесь неудобно было это пипетка такой некрасивый вид вот это все создает но у меня такого не бывает но вот видите здесь не очень так красиво здесь как ни старайся все равно будет он вытекать не знаю почему так придумали но тем не менее так есть это тончайший крем водичка вот такой он безумно красивый сначала но потом может подсушивать и может показывать шелушение так что имейте ввиду но он очень тонкий очень красивый я любила его может быть даже повторю правда теперь уже не знаю какой куплю раз они не выпускают именно такой почти закончился тональная тома форда не знаю почему что-то мне подсказывает что будет еще раз у меня этот тон он у меня уже во второй раз вот так открывается удобный он для меня не такой как все вот я честно сказать не могу даже объяснить какой конкретно что именно мне в нем кажется не таким как у других но как-то он по-другому ложится вот не знаю как объяснить нужно его пробовать он не матовый он не влажный финиш дает но нет даже не что-то между новая какая-то новая текстура наверное еще не придумали для этого определения я стою здесь 15 я советую присмотреться к нему его красивое тонкое покрытие мне кажется что вы не пожалеете если приобретете этот тон посмотрите какой шикарный тон он прямо блестит он потрясающий вот правда очень красивый тональный покупала я этот японский крем как крем с эффектом фотошопа и слышала что ведущие на японском телевидении именно пользуются им потому что он скрывает все недостатки и хорошо смотрится в кадре но я сказать этого не могу он блестел ей слишком белый оттенок и не подходил конечно а это популярный оттенок от the face it он для меня был тоже очень темным посмотрите какой для лето неплохо но он был слишком жирным мне не понравился это рексалин все знают маску рексалин вот этот тональный крем по корейскому типу тоже очень очень темный я отдала подруге и в итоге и тот и другой я слишком темный для меня даже летом я не бываю такой загорелой на этом все надеюсь было интересно и вы вы смогли выбрать для себя какой-то новый тональный и напоследок сводча тех тональных может быть которые даже не показала всем пока пока подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки оставляйте комментарии